МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Были проведены работы по инженерным коммуникациям, по монтажу систем электроснабжения, а именно трассировки проводов. Вот здесь можно видеть на колонне уже выведены под светильники провода. Они вводятся обязательно в гофре. В деревянном доме мы делаем проводку лучевую, то есть без использования каких-либо распаячных, распределительных коробок. От потребителя кабель идет цельным лучом, без разрывов, строго в щит. Вся коммутация производится только строго в электрощите. Компоновка котельной строго по проекту. У нас есть газовый проект, потому что здесь установлен газовый котел. На днях буквально приедут газовщики, будут, так сказать, врезку и заведение газа в дом. Соответственно, мы выполняем все работы в соответствии с проектом по газоснабжению. В этом месте проектировщик по газоснабжению усмотрел необходимость установки счетчика газового. А по нормативу в радиусе метра все электропотребители должны отсутствовать. То есть и газовое, и электрорасстояние должно быть не менее метра. Соответственно, от счетчика, вот сюда метр у нас идет, и от будущего счетчика до других электропотребителей. Мы также предусмотрели дополнительный котел, кроме вот этого газового, еще будет здесь установлен котел электрический. Он установлен будет вот напротив, на этой стене. Под него как раз взяланы выводы, вот эти вот подходят к нему. Он будет вот в этом месте установлен. Вот это вот массивная группа насосов, которая будет отвечать у нас за все теплые полы, за отопление. Очень такое надежное, хорошее оборудование. Также из этой котельной на участке, мы построили баню, на участке она будет питаться от этой котельной. Расстояние достаточно большое, но тем не менее, мы туда отпускаем трассу. Отопление, горячее водоснабжение и холодное водоснабжение. И чтобы не приходилось на таком достаточно удаленном расстоянии, открыв горячего, долго ждать, соответственно, мы сделали ГВС с циркуляцией. Здесь будет установлен в этом месте бойлер косвенного нагрева. И вода будет горячей все время циркулировать. То есть, когда вы будете, где бы вы ни находились, в доме или в бане, открывать кран горячей воды, горячая вода будет течь прямо сразу, прямо тут же. Предварительно мы выполнили по бетонному основанию, закрыли окна пленкой, здесь прогрели, стояла пушка у нас 15 кВт, все прогрелось. По теплому бетонному основанию мы прошли праймером. По праймеру наносилась, вот видно, я отгибаю рулонную гидроизоляцию, вот это обмазочная гидроизоляция, то есть полностью бетонная плита обмазана. С заходом на стены, после чего разматывается рулонная гидроизоляция с пропайкой, с проклейкой швов, все это делается. Корытом делается гидроизоляция полностью, чтобы отсечь возможность попадания влаги в дом. После чего укладывается первый слой пеноплекса, это уже сейчас, видимо, второй слой. Первый слой пеноплекса укладывался с проклейкой клеем пенным. После этого по первому слою проводились коммуникации, электроразводка, опять-таки, в гофре. Вот видно, здесь проводят трубки теплого, не теплого пола, это отопление, вот они выходят сюда, в дальнейшем здесь будут установлены два радиатора. После чего укладывается второй слой. Ну, еще дополнительно здесь, конечно, вот это все будет запениваться, делать такой единый пласт, склеится все это этим клеем, пеной. И уже будет литься стяжка. Стяжка будет выполняться в толщину для выравнивания по необходимости. Минимум это 55 миллиметров. Высокую самую точку пробьем, найдем, это минимум самый, да, где будет наливаться, 55 метров. Но здесь, естественно, еще будет укладываться армировка. О ней я не говорил, но это, само собой разумеется, я думаю, как профессионалы все об этом знают. Мы сейчас видим зону кухонную. Здесь будут, соответственно, теплые полы с плиткой. Вот в той зоне будет располагаться кухня. Теплый пол выполнен в три контура. Естественно, можно регулировать по зону. Вот сейчас мы находимся на втором этаже. Вот когда будет все завершено, конечно, прекрасный будет вид. Лестничный холл, светлый, большими оконными проемами. Санузел на втором этаже. Иногда тоже многие не знают, что можно сделать на втором этаже без бетонного перекрытия на деревянных лагах. Но здесь будет трап сливной в полу. То есть не душевая кабина, а именно в полу. То есть принцип тот же. У нас ставят балки перекрытия. По ним идут контурлаги. По ним два слоя фанеры 12-й. Также сделана гидроизоляция. Вот так корытом она сделана. Вот демпферная подушка. Стражающая изоляция. Теплые полы. И вот сам сливной трап. Сливной трап регулируется. Собственно, будет регулироваться на нужную высоту. В дальнейшем здесь будет ложена плитка. Со сливом сюда к центру. И стеклянная отгородка душевой зоны. На втором этаже у нас имеются распределительные узлы. Отопление и водоснабжение. Еще есть такая хитрость. Я думаю, что многим профессионалам будет интересно. Из котельной. Сюда подается, соответственно, на теплый пол. Просто на втором этаже делается один контур теплого пола. Ну, в данном случае у нас здесь. И вот вы его видите. Как регулировать температуру? Ну, не бегать же каждый раз в котельную и не крутить там расходы меры. Нет, конечно. Для этого устанавливается вот такой дополнительный блок. То есть сюда подключается контур теплого пола. Он скрытого монтажа. Устанавливается терморегулятор теплого пола. Мы его установим в каркасную перегородку. У нас будет видна только непосредственно ручка. Начался процесс покраски. Вот серого цвета, все, что мы сейчас видим серого цвета, это нанесена специальная грунтовка. Это подготовка поверхности под последующую покраску. Сначала мы отшлифовали стену, потом мы ее загрунтовали. Это вот такая грунтовка серого цвета. И по этому цвету, уже по этой грунтовке будет нанесена краска. Вот обратите внимание, как торцы дома, торцы дома, вот выступили перерубы, они уже отшлифованы. Они покрыты специальным составом GRM. Об этом мы уже говорили. Это специальная торцовочная жидкость, которая предотвращает впитывание влаги из окружающей среды. Тут есть в этом доме изюминка своя, потому что дом не будет покрашен в один цвет со всех сторон. Мы подготовили несколько выкрасов для заказчика. Часть дома будет покрашена вот таким вот цветом. Это такой, ну не знаю, фисташковый, бежеватый цвет. Под него есть своя грунтовка выполнена. То есть, часть дома будет покрашена одним цветом, и часть дома, возможная покраска дома, будет вот таким вот коричневым цветом. Эта краска такая вот, ну видите, она так глиссирующая, она, структура древесины видна. Вот торцы отшлифовали, еще ребята не успели, вот они прямо очистят пыли. Вообще шикарная работа, ни слов нет. И вот сейчас после шлифовки сюда будет еще нанесен вот этот вот GRM состав, то есть, специальный состав для защиты торцов. Доска для имитации бруса. Вот мы сейчас красим ее уже внутри помещения. Изначально доска просто, она красится, прибивается и потом еще раз красится. То есть, технология такая, нанесение. Она не красится после того, как прибивается, для того, чтобы потом все эти швы, шип-паз, когда она состыковывается, чтобы если смотреть на нее под разным углом, она была везде прокрашена, и непрокрасы были бы не видны. Поэтому сначала красим, прибиваем и красим еще раз. Дом, он в целом закончен, остались какие-то штрихи. Интересный момент у нас сложился с лестницей. Заказчик хотел особенную лестницу какую-то. Вот он выбрал компанию, которая занимается лестницами. Но эта организация, она не имеет представления, как себя ведет деревянный дом и что здесь нужно предусматривать возможную усадку дома. Вот, я выступал здесь в качестве консультанта и помощника. И вот объяснял, подсказывал, в итоге мы разработали крепеж такой вот, да, с овальными или псовидными, так сказать, да, креплениями. Скорзячки, так можно сказать, были предусмотрены. Кроме этого, и на площадке, вот здесь он был впилен, площадка была впилена. И здесь также эти крепления имеют такую овальную форму. Для того, чтобы когда дом усядется, подсядет, можно будет просто взять и подрегулировать по высоте. Вот, это важный момент деревянного дома, надо это учитывать. Терраса с прозрачной кровлей из монолитного поликарбоната. Мне очень нравится, то есть мы не сделали листы монолитного поликарбоната, они были заказаны индивидуально под заказ. Потому что стандартный лист имеет размеры 2 на 3 метра, а здесь у нас длина ската, сейчас точно не помню, что это 4 метра. И мы их заказывали на заводе, ждали достаточно долго, для того, чтобы у нас не было перпендикулярных вот этих реек для соединения листов между собой. То есть это позволяет использовать от начала оттуда от стенки, до самого края, целиковые листы. Мы поставили балки определенным шагом, чтобы под листы подходило, и вот получилась такая замечательная терраса с навесом. Да, у нас в яндовых, на краевых зонах, в водосточной системе дома и на въезде гаража, и плюс в водосточной системе гаража, установлена система отопления. То есть вот мы видим кабель греющий, расположен внутри трубы. Вот вывод его сделан. И во всех, собственно, тоже можно, да, здесь тоже увидим кусочек. Вот он. То есть это кабели греющий, они располагаются в заданных, скажем так, зонах, в местах скопления, то есть у нас, поскольку кровля имеет углы такие яндовые, в местах скопления снега и возможности облизнения, они устанавливаются. Устанавливаются не просто так сами по себе и работают выключатели, а работают автоматики. Вот сейчас с другой стороны я покажу этот датчик температурный и осадков. Это называется метеостанция, то есть она засекает, во-первых, температура какая и, во-вторых, есть ли осадки. С помощью блока управления настраивается, сколько продолжительность, то есть при условной температуре там срабатывает, ну вот сейчас минус 5. Если бы сейчас шел ледяной дождь, например, или снег, то вот переднее окошко темное, 60 сантиметров, у него поле видимости. Он засекает, что перед ним мелькают осадки, он включается и у нас запрограммировано, что в течение двух часов кабель этот греется. То есть даже не с момента начала, а с момента пропадания осадков в течение двух часов кабель будет греться, для того, чтобы успело все роптать, растаять и стечь вниз. И вот мы поднимаемся на второй этаж, и открывается прекрасный вид, так называемый второй свет. Вот тут можно понять, зачем люди делают второй свет. Летом, конечно, вид на лес, когда еще более прекрасный, то отсюда вид поражает. Холл второго этажа, и из него можем пройти, собственно, раз, два, три спальни здесь имеется. И санузел полноценный. Эта спальня, она у нас с балконом на въездную группу. Во всех комнатах освещение у нас имеет датчик движения. Вот он в данном случае. То есть находясь в комнате, свет будет гореть, соответственно, если мы выходим, то он погаснет. Вот смотри, мы только вошли, вошли только сейчас в комнату, и свет сам зажегся. То есть это, в принципе, как раз удобно. Датчики движения на втором этаже расположены. Детей много, бегают, все, уезжаем, поехали куда-то, все вышли из дома. Не надо подниматься на второй этаж, и при этом выключили свет. Свет сам погаснет. Так как сейчас все было, он был включен, мы зашли, и он сгорелся. Я увидел балкон и вспомнил еще об одной детали. Как бы, да, у нас проливной пол сделан на балконе, а внизу терраса располагается. Никто никогда не задумывался, но есть такое неудобство, что когда идет дождь, то, соответственно, может капать на голову тем, кто внизу, и терраса становится уже непригодной. Значит, что делается, как делается основание для того, чтобы там было комфортно все. Крепятся балки, само собой, перекрытия, по ним мы застилаем влагостойкую фанеру, обязательно в два слоя. Фанера сразу крепится с уклоном, она, ну, здесь достаточно там полутора сантиметров этот уклон соблюсти, для того, чтобы вода уходила. Дальше фанера обмазывается гидроизоляцией, это обмазочная гидроизоляция используется. По ней расстилается обычный гидроизоляцией, это кровельный материал, с пропайкой швов, естественно, и с заходом корытом на стены заводится. И у нас, получается, вся вода скатывается к передней точке, значит, и в одном из углов, вот там в углу, сейчас пойдете посмотрим, там просверлено отверстие. Это опять в чистом виде собственные какие-то наработки, кулибничество, можно так сказать. Здесь просверлено отверстие под сифон, установлен сифон, колечко загерметизировано вокруг, чтобы не протекало, и труба гофрированная выходит наружу. Ну что, я думаю, стоит подвести итог строительства этого дома, таков, что в целом работой мы остались довольны, надеемся, что и заказчик будет доволен, будет жить здесь долго и счастлив со своей семьей. По срокам мы рассчитывали, конечно, завершить несколько раньше, в этом году, 20-й год, я думаю, удивил многих, но и нам пришлось тоже не сладко, и до сих пор так приходится выкручиваться, потому что с рабочей силой были очень большие проблемы в этап этой пандемии весной, были проблемы с поставкой материалов, которые приходилось решать, цифровые пропуска, когда компании не работали, а стройку восстанавливать нельзя, да и, собственно, людей толком нет, и материалов толком нет, нужно было как-то выкручиваться и выходить из ситуации. Ну, в общем-то, мы смогли, мы сделали, пусть и с оттяжкой по срокам, но, тем не менее, мы сделали, я считаю, с должным качеством. Я хочу выразить свою благодарность компании МАКСИПРО и отметить то, что нам очень приятно внимание, в первую очередь, даже когда мы делились ссылкой с блога МАКСИПРО, своим окружению, так скажем, вот, я всегда, ну, так, немножко мурашки бежали, было приятно, что такая компания, в общем-то, нас обратила внимание, что мы давно стараемся, много мы учимся, умеем, и нас оценивают как, ну, своего рода экспертов. Спасибо компании МАКСИПРО за интерес к нам, к этому проекту, за серию снятых видео. Мне кажется, получилось классно. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, я так думаю, нам надо прощаться. До свидания. Пока. Разошлись, сели, все. А подытожим. В преддверии Нового года, конечно же, есть желание всех поздравить с Новым годом. Прям... Муах, 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 и gì, пошел. Ха-ха-ха-ха. Продолжение следует...